Привет из Беларуси! Зима, как всегда, пришла неожиданно, особенно если это середина марта и полная теплица растений. Ну что же делать? У нас с вами на повестке дня пикировка. Сейчас я вот занималась пикировкой петунии, вот она у меня здесь сидит, уже идет пятый день, с моей петунией все хорошо, она прекрасно выглядит. И я с вами поделюсь некоторыми такими своими правилами, которые я соблюдаю для того, чтобы такое явление, как пикировка, прошло у нас удачно. Потому что бывает всякое, да, бывает, что растения там полегли, завяли, и тогда приходится эти танцы с бубнами, там янтарной кислотой, чем-то еще. Давайте просто избегать таких ситуаций. Я расскажу вам о своем подходе. Итак, перед пикировкой я всегда думаю о том, нужна ли мне подкормка петунии кальциевой селитрой. Я выращивала с подкормкой, выращивала без подкормки, и это зависит от того, как моя петуния успевает подрасти к моменту пикировки. То есть я смотрю по погоде, когда я выхожу в теплицу, то есть когда наступит мой момент примерно пикировки. Если у меня до пикировки осталось дней 10-14, а петуния моя малюсенькая совсем, я ее могу вот этой подкормкой немножко подогнать. А если я вижу, что моя петуния нормально растет, а холодно на улице, я еще в теплицу не выхожу, тогда я могу вообще обойтись без подкормки. Что дает подкормка кальциевой селитрой именно для пикировки петунии? Это, конечно, хорошее развитие всасывающих корешков. Когда у нас нет перекоса между верхом растения и низом, когда хорошая корневая система развита с множеством всасывающих корешков и небольшой верх, тогда наше растение 100% приживется очень хорошо. Если же у нас пойдет с вами перекос, что у нас вытянуто большое растение с большой листовой пластинкой, а корешок один маленький узенький, то тогда мы можем с вами дождаться того, что после пикировки наше растение завянет. Просто не вытянет это все, такой большой верх, такой маленький корень. Во-первых. Во-вторых, корень не работает первые дни после пикировки. Растения существуют за счет листьев. Особенно если вы нарушите правила и нарушите корневое дыхание растений. Залив его и, допустим, если у вас холодно и залив растения и холодная температура, они могут дать вот такой эффект, когда после пикировки ваше растение завянет, даже без того, что светит там весеннее яркое солнце. Итак, размер растения имеет значение. Я люблю растения чуть побольше пикировать. Кто-то любит совсем маленькое, но тем не менее, обязательно вы должны вот этот размер растения соотносить со сроками вашей пикировки. Одно из таких важных действий, которые я совершаю, когда заселяюсь в теплицу, это для питуньи адаптация. Я никогда не занимаюсь пикировкой в первый день переезда питуньи в теплицу. Она должна постоять хотя бы 2-3 дня, привыкнуть к освещению, к влажности и температуре в теплице. Это новое для нее место. Она у меня росла под искусственным освещением. Там было больше 20 градусов. Сейчас я ее вынесла, собственно, в холод ночью. Тут пусть даже плюс 12. Это большой стресс после 22, понимаете? Она должна привыкнуть как-то адаптироваться. И только после этого уже мы приступаем к пикировке. Второе такое правило не поливать в день пикировки, а поливать накануне. Даже лучше, чтобы чуть подсохли ваши растения в ящике перед пикировкой. Ну, во-первых, что это дает? Растения, подсохшие, они не имеют такого хрупкого стебля, как те, которые напитаны влагой. Питуния, когда вы ее пикируете много, да, там, тысячами, там, даже пусть сотнями, когда это быстро все делается, то вы просто берете растения одно за одним и, может, если растения будут хрупкие, они будут просто ломаться в руках. Так вот, лучше, чтобы они немножко подсохли, и тогда стебель будет более эластичный, он будет хорошо браться у вас. Это первое. И второе, когда вы пикируете чуть подсохшее растение, то корни этого растения находятся как бы в таком земляном мешочке, да, в мешочке из грунта. Вот посмотрите, как это выглядит все. Всасывающие корешки защищены грунтом. За счет этого они начнут быстрее работать при пересадке. Потому что все-таки пикировка – это большой стресс для растения. Да, происходит обрыв корней, мы для этого, собственно, и прибегаем к пикировке. Система корневая становится более мочковатой. Корней потом нарастает больше, и растение лучше развивается. Но, тем не менее, для того, чтобы пикировка прошла успешно, вот лучше, чтобы ваши всасывающие корешки растения были в таком земляном мешочке. И полив. Очень важный момент. Я не поливаю растения, если пикировка идет на влажный грунт. Ну, а поскольку я пикирую в кассеты, то в кассеты сухой грунт не насыплюшь. Он всегда влажный, поэтому я после пикировки не поливаю. Проходит какое-то время, я смотрю по грунту, поливать или не поливать. Это не зависит от дня, на второй, на третий день. Это зависит от температуры в теплице и состояния почвы. Чем холоднее в теплице, тем дальше вы отсрочиваете первый полив. Чем теплее и быстрее просыхает верхний слой грунта, тем ближе ваш полив ко дню пикировки. Полив обычно я совмещаю с первой подкормкой. Делаю, то есть это уже как бы получается общая вторая подкормка. Ну, у нас первая была кальциевой селитрой. Она может быть, может не быть. А вот подкормка после пикировки, первая после пикировки, эта подкормка у меня идет кристаллоном желтым. 1 грамм на литр. Поливаю очень быстро, правило секунды. То есть за секунду целый ряд кассеты должен быть пролит. И этот полив, он довольно скудный, чтобы растения не были залиты. Потому что даже если верхний слой просох, то в кассете мы с вами можем видеть, что грунт сохраняется там внутри очень влажным. Ну и обязательно, конечно, мы следим за температурой. Температурой воды и температурой воздуха в теплице. Итак, температура воды. Вода должна быть летней или даже чуть теплее. То есть комфортной для нашей руки. Холодной водой мы ни в коем случае не поливаем молодые растения. Не только распикированные, но и вообще молодые все растения. Ни в коем случае. И второе. Помните, что температура плюс 8 и ниже. Это температура, при которой не работают корни растения. Оно не растет, не развивается и не питается. То есть температура должна быть гораздо выше. Хотя бы, ну хотя бы 12 градусов. Ну ладно, 10. При 10 может быть, конечно, и посинение каких-то синих сортов. Вот. Поэтому про температуру помним воды. И про температуру окружающей среды, так сказать. Ну и конечно, помним, что чем ниже температура в теплице, тем реже вы поливаете растения, даже распикированные. Стоят они у вас хорошо. Видите, что там немного влажно, холодно. Не трогайте, пусть стоят. А потеплее солнце выглядит, тогда и польете. Одно из важных правил обязательно убирать свежепикированную петунию от солнца подальше. Это могут быть нижние полки, вы можете просто их закрывать. Но ни в коем случае не оставляем под палящими лучами. Вы сами понимаете, что растение пикированное, оно не питается за счет корней, они еще не работают. Все питание идет через верх, через листья. Если ваши листья на солнце завянут, то как растение будет выживать, скажите? Вы опять делаете ему двойной стресс. Поэтому не надо этого делать. От солнца растение должно убираться. В пасмурный день, вот как у меня сегодня, да, у нас сегодня снег, и вчера снег, и сегодня снег у нас довольно пасмурно. Поэтому растениям уже моим 5 дней, они себя более-менее хорошо чувствуют. Ну, кто-то немного посинел тут от холода. Неважно, они уже приживаются, понимаете? Видно, что пятый день, все стоят дружно, уши кверху. Поэтому ничего страшного здесь нету. Они уже политы один раз после пикировки. Больше я их не трогаю. Я вижу немного влажноватый грунт. Этого достаточно. Пока холодно, трогать не буду. Ну, вот такие нехитрые правила пикировки питуньи. Если вам что-то подходит, берите, пожалуйста, пользуйтесь. Делитесь своими какими-то доработками. Мне всегда интересно читать комментарии, когда они по делу. Я уважаю очень ваш труд. И то, что вы со мной тоже делитесь. Многие своим большим опытом. Я всегда с благодарностью это принимаю. Но у меня на сегодня все. Пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.